МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будущее лицо столицы или концепция реконструкции Красной площади города Чебоксары? Все за парты. Что ждет в этом году участников тотального диктанта? Самый классный-классный. В Чебоксарах прошел конкурс классных руководителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какое место в Чебоксарах вы считаете лицом города? Думаю, многие назовут залив и Красную площадь. В недалеком будущем это самое лицо изменится. Каким его видят специалисты и представители правительства, сегодня говорили на совещании с главой республики. Преобразить центр города в Чебоксарах мечтают давно. Жители жалуются. Мол, залив у нас, конечно, красивый, однако привычные виды наскучили. Да и погулять толком негде. Многочисленные проекты местных архитекторов пока остаются лишь на бумаге. Теперь нарисовать лицо города доверили испанскому архитектору. Сегодня результаты труда иностранного зодчего представили главе Чувашии и членам правительства. Правда, пока это не конкретный проект, а только концепция. Чебоксары, как и все остальные города России и мира, на сегодняшний момент должна перестроить свое функционирование и адаптироваться к новой третичной экономике, которая уже не базируется на экономике прошлого. Из наиболее заметных для простых обывателей преобразований пешеходный мост через залив между Домом правительства и театром оперы и балета. Павильоны в виде треугольников с обоих сторон Чувашского драмтеатра и здания на пересечении улицы Ярославской и Калинина. Там предположительно разместят выставочный центр. Но больше всего, пожалуй, впечатляют фонтаны. Красивыми картинками присутствующие полюбовались, доклад послушали, а затем посыпались вопросы. Люди очень будут стараться именно поближе подъезжать на машинах, а парковок мы в прошлый раз как-то встречались, обсуждали один словом, как раз, ну, как-то не предусмотрено. У нас шесть месяцев зима, и поток туристов, безусловно, зимой резко падает. Как учтена плотность туристического потока? Поток туристов уменьшаться не будет, если создать соответствующие условия, отметил Хосе Осибилия. И напомнил, сейчас это всего лишь концепция. Места для парковок будут учитывать при детальном проектировании. И тем не менее, взгляд на развитие этой территории приезжего специалиста, судя по всему, отличается от взгляда тех, кто живет здесь много лет. Да, мы смотрели, площадь большая, и мы ближе к дамбе также рассматривали возможность строительства какой-то объект. Были такие предложения, мы смотрели его и высотным, и разным. Я думаю, что функционально он может быть также и культурно-выставочным, и гостинично-административные функции какие-то должны быть. Но вот, слава богу, нет того варианта, который закрывал там улицу Ярославскую и закрывал, выбивал из архитектурного ансамбля памятник культуры, Воскресенскую церковь. Так или иначе, до 550-летнего юбилея города, а это 2019 год, такой грандиозной реконструкции город не потянет. К этому времени успеют осуществить только первый этап. Это строительство пешеходного моста, фонтаны, освещение и пешеходные, и велодорожки. И остальные пункты, концепции еще предстоит обсуждать. Михаил Игнатьев призвал участвовать в этом не только специалистов, но и общественность. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. 100 миллионов рублей поступили в Республику из федерального бюджета на обеспечение жилем ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает Минфин Чуваши, эти средства позволят приобрести квартиры для 95 ветеранов. В прошлом году на эти цели поступили более 800 миллионов рублей. 783 человека улучшили свои жилищные условия. Самый пожаробезопасный объект. Сегодня стартовал конкурс на лучшее противопожарное состояние организации социальной сферы. Проводит его главное управление МЧС России по Чуваши совместно с ГКЧС. Комиссия оценит предприятие по 25 показателям пожарной безопасности. Наличие исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, состояние подъездных путей к зданию, путей эвакуации, эвакуационные выходы, количество возгораний произошедших зданий за последние пять лет и многие другие. Победители выберут по номинациям «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения», «Самый пожаробезопасный объект образования и культуры». Итоги мероприятия объявят в июне 2014 года. На главной странице портала органов власти Чувашской республики размещена веб-форма опроса о работе руководителей органов местного самоуправления. Там же оценивают и руководители организации транспортного обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. Проголосовать можно на сайте кап.ру. Некогда флешмоб новосибирских студентов превратился в массовую международную акцию. В написании «Тотального диктанта» сегодня принимают участие русскоязычные жители 350 городов в 45 странах мира. 12 апреля «Тотальный диктант» во второй раз пройдет в Чувашии. О том, к чему готовятся желающим проверить свою грамотность, в нашем репортаже. «Тотальный диктант» – это добровольная, бесплатная проверка знаний русского языка. Чтобы принять в ней участие, необходимо зайти на сайт totaldict.ru, найти свой город и нажать «Я пойду». И затем прийти 12 апреля к 15.00 по указанному адресу. Для жителей Чебоксар новый корпус ЧГУ на улице Университетской, 38, для новочебоксарцев – гимназию номер 6. После проверки участники смогут узнать свой результат и ошибки также на сайте акции. Никакие оценки, кроме пятерок, в прессу не попадают и строжайше запрещено выносить информацию на публику, что вот такой-то, такой-то написал диктант на такую-то, такую-то оценку. Результаты доступны только самому пишущему. Текст для нынешней проверки грамотности написал Алексей Иванов, лауреат престижных литературных премий. А прочитают его в Чебоксарах актрисы русского драматического театра Лариса Родик, шоумен Евгений Лебедев и интернет-редактор газеты «Советская Чуваша» Наталья Раштавина. Предварительно все дикторы пройдут обучение. Помощь в подготовке могут получить и участники. По пятницам с февраля, со второй половины февраля, у нас еженедельно проходили занятия «Русские по пятницам», бесплатные для всех желающих. И завтра еще есть у вас возможность подготовиться к тотальному диктанту. Мы вас ждем всех в 6 часов. Университетская 38, 528-я аудитория. Еще одно занятие перед тотальным диктантом. В прошлом году количество реальных участников во много раз превысило число ожидаемых. Проверить свои силы пришли около тысячи человек разных возрастов. Сохранится ли ажиотаж в этом году, смотрите в нашем репортаже в понедельник в 19.30. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика. Мир держится на учителях. Под таким девизом прошло открытие 9-го республиканского конкурса классных руководителей. Педагоги, которые прошли районные этапы конкурса «Самый классный классный», собрались сегодня в Чебоксарской школе номер 40. В отборочном заочном туре заявили о себе более 30 педагогов из всей Чувашии. Каждая из них стала лучшей в своем округе. Эксперты конкурса оценили программы их работ и выбрали 20 лучших. Они сегодня вышли на сцену актового зала Чебоксарской школы номер 40. И им предстоит побороться за звание самого лучшего классного руководителя. Очень хочется, чтобы классные руководители, как связующее звено между учителями-предметниками, между родителями и учениками, были проводниками, были родителями вот этого чувства справедливости. Обращаясь к жюри, заместитель министра образования и молодежной политики Светлана Петрова попросила обратить внимание на образованность, интеллект, понимание вопросов обучения и воспитания личности, а также осознание того, что быть учителем – это достойно. В числе конкурсных заданий – внеклассные мероприятия и методический семинар. Лауреат конкурса классных руководителей прошлого года Ольга Физер делится. Самой сложной задачей было провести классные часы. Детей мы не знали, вели мы классные часы с классами, в которых мы не преподаем и не являемся классными руководителями. И, конечно же, это потребовало от нас, как от классных руководителей, от меня лично, определенных усилий, определенных стараний. Было действительно нелегко. Участники республиканского конкурса находят такие мероприятия полезными. Здесь можно не только показать себя, но и перенять опыт своих коллег. Я думаю, что этот конкурс лично для меня даст какой-то толчок, толчок, именно внутренний, для того, чтобы еще лучше работать в школе. В финал республиканского конкурса «Самый классный классный» пройдут пять педагогов. Им предстоит показать себя в открытой дискуссии 11 апреля. Тогда же и назовут имя самого классного. Классного Чувашия. Оксана Замятина, Евгений Анисимов. Республика. Музыка нас связала. Героев следующего сюжета действительно объединила любовь к общему делу. В детской музыкальной школе номер пять имени Филиппа Лукина учатся талантливые дети, которые неоднократно побеждают на различных конкурсах и выступают по всей России. Концертный хор «Соловушки» пел не только для всей России, но и для всего мира. Перед тысячами телекамер они выступили на церемонии закрытия Олимпиады в Сочи. «Соловушки» – участники детского сводного хора России, в котором от каждого региона были свои представители. Мы репетировали на самом стадионе Фишт, мы репетировали с талисманами. Несмотря на то, что разъехались каждые по своему региону, мы связаны как будто невидимой ниткой. По этому же принципу в России пройдет день хорового пения. К нему сейчас готовятся «Соловушки». В 12 часов дня 24 мая запоют во всех уголках страны. В репертуаре произведения, которые были исполнены на закрытии зимних Олимпийских игр. Именно 24 мая, в день славянской письменности и культуры, Россия зазвучит своими голосами, причем будут петь все, начиная с Дашкалят и кончая хорами ветеранов. Мы надеемся, что это будет очень красиво. В нашем регионе, в Чебоксарах, планируется создание хора из 700 участников. Это детские сады, это музыкальные школы и школы искусств, это общеобразовательные школы, это любительские хоры, Чебоксарского музыкального училища. Выстраивается хор, дальше поют, допустим, детский блок, поют свои песни. Какие-то произведения звучат в исполнении всего сводного хора. Я думаю, что когда запоют 700 человек, это будет эффектно, это будет звучать. На заливе около монумента матери-покровительницы 700 голосов сольются в единую песню. В сопровождении симфонического оркестра под управлением Мариса Еклашкина. Пока соловушки готовятся к предстоящему масштабному событию, ансамбль домристов «Акварель» из этой же музыкальной школы вернулся с международного конкурса «Живой родник». Фестиваль народного искусства проходил в Казани. Домристы стали лауреатами третьей степени. Это очень престижно, потому что конкурс был очень масштабный. Там было участвовало много ансамблей и коллективов из других городов. И для меня это было честью занять, даже участвовать просто в этом конкурсе. На протяжении пяти лет мы занимаемся этим любимым делом, делом, которым нравится очень детям. И самое главное, что вот это дети, которые вот здесь сейчас находятся, они играют все с основания этого ансамбля. Чем для нас престижен оказался этот конкурс? Во-первых, в этом конкурсе было общее количество 25 ансамблей. В нашей номинации, в нашей группе оказалось больше всех ансамблей. Когда дети сыграли, и когда я как преподаватель увидела, что жюри захлопало, то тогда, значит, уже было такое облегчение, что, ну, по крайней мере, что это понравилось. Ансамблю «Акварель» предложили поучаствовать в подобном конкурсе в Черногории. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Выпускнице столичного лицея номер два Анастасии Григорьевой только предстоит участвовать в финале всероссийского конкурса «Цифровое поколение вперед». Работа школьницы вошла в топ-27 лучших проектов, а также в число 11 проектов финалистов, набравших наибольшее количество баллов по итогам голосования членов жюри. «Цифровое поколение вперед» – это конкурс инновационных интернет-проектов различных форматов, имеющих образовательную и социальную ценность. Проект Анастасии Григорьевой «Узнай новое» представляет собой социально-образовательный канал на YouTube, где она делится с пользователями занимательными, малоизвестными и необычными научными фактами, а также рекомендует к прочтению понравившейся книги. Финал конкурса состоится 22 апреля в Москве. 11 финалистов поборются за главный приз – поездку в штаб-квартиру Google в Калифорнии. Проголосовать за проект нашей участницы можно на сайте конкурса «Цифровое поколение вперед». Чувашский государственный театр оперы и балета в апреле порадуют ценителей хореографического искусства. С 22 по 26 апреля на его сцене пройдут спектакли 18-го международного балетного фестиваля. В первый день фестиваля зрителей ждет премьера «Тысяча и одна ночь». Этот балет на чувашской сцене впервые был поставлен четверть века назад, однако сейчас будет представлен в новой редакции. Это будет нечто новое, авторское и кардинально отличающееся от классической версии. Чувашский государственный театр оперы и балета продолжает принимать именитых гостей. 23 апреля чебоксарские зрители увидят балет «Корсар» в постановке Марийского театра. «Лебединое озеро» 25 апреля познакомит публику со столичными мастерами. Гала-концерт порадует зрителей выступлением отечественных и зарубежных виртуозов балетного искусства. Приедут гости из Эстонии, будет участница американка Джои Ломак, она достаточно так уже в России засветилась, она даже умудрилась поработать в Большом театре. Приедут к нам и артисты из театра балета Бориса Эйфмана, замечательного коллектива, одного из ведущих коллективов нашей страны. Останутся на гала-концерт Илья Кузнецов. Приедут солисты из Михайловского театра, из Мариинки, из Пермского театра. По традиции с нашими исполнителями работают постановщики из других городов. На этот раз приглашенными стали широко известный в хореографическом мире Давыд Авдыш и художник-постановщик Анна Устинова. Ее работы на этом фестивале дебютные. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Пануна с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова